привет друзья такой не видео бложек небольшое будет вложение по поводу того что мы мы обленились ребят мы обленились мы зажрались кто мы все мы сейчас пока ехал думал возмущался немножко с стороны а потом блин так вот знаете додумался до такой вещи что грех жаловаться вот нам те кто еще молодые да не пенсионеры нам вообще грех жаловаться у нас все есть у нас есть руки и ноги у кого-то даже есть голова и мясо в голове есть но дело в том что активы видео это начал писать я вспомнил как я купил запчасти на свой полик старенький приехал в автосервис ребят молодые знакомые делали его и что что было интересно что интересно было когда они начали делать менять тяги тяги по моему менять тяги не подошли не подошли по резьбовой части там друг другая резьба была и что поделать машину подняли тяги не те парни сразу определить не смогли или не захотели и знаете как обидно да вроде на тяги деньги нашел вроде на ремонт нашел подняли машину и да как говорил великий писатели вот и смотрел посмотрела и нашел у них валялись тяги от отец а грублен ребят слушать а какая задача то у тебя они мне объяснили то-то то-то я грузии сильно страшно если они вот такие вот будут я посмотрел в принципе состояние было значительно лучше чем у меня на моих разбитых потому что я на вакуаторе уже принес тяги вырвала вот случайно не так вошел в поворот в общем там живые были тяги все было нормально я гляжу а давайте поставим их они начали ставить типа да почему бы и нет и там оказалось что резьба немножко больше и она упирается там в рычаг по моему если они ошибаюсь я не таки вот что делать то вот господи не лезут на игру ребят ну давайте отпилим типа тебе надо ты пили понимаете ну пиздец сорян то есть у нас люди обленились настолько что не хотят работать головой не хотят зарабатывать деньги хотя за работу они взяли так довольно таки немало за и за то что я делал эту работу они еще и денег взяли тут вы скажете но это пацаны так ты себя так поставил парни так вот при при борзели но ведь ребята знакомые поэтому как бы сейчас секунду немножко совершим один маневр вот так вот не оказывается они работали и мотористы и механики но я понимаю что вот не хочется им как-то в укор это стоит но ребят у ребят башка не работает люди которые работают мотористами то вы представляете что это случается так вот дело в том что потом ну бывает до мелочи жизни а дело в том что я потом у меня с мотором какая-то там беда случилась цепочку надо было применять и по полик немецкие машины такие дебильные что чтобы снять крышку клапану надо пол мотора разобрать до 1 болтик у меня не выкручивался я думаю нахер в гараже ничего разбирать не буду я отвезу парнем заплачу денег сколько сколько скажу адекватно если оценят там все и в итоге покупаю отдал им на диагностику они мне запчастей короче насчитали там с работой в общем в итоге все как бы сделали в итоге сделать сделали взяли двадцатку я думали на что-то дороговато но вроде сделали и потом через наверное годик я полез что там под капот я не любитель я короче я юзер я не любитель ковыряться изучать чего-то там под капотом я если езжу то она ездит я езжу запринчит да обращусь в сервис а так не нахер так вот залезаю смотрю мне было интересно я то помню про этот винтик и мне стало интересно как же они то снимали в итоге увидел заваренный кусок видимо они не стали снимать эту крышку у них так получилось что выдрали они ее сломали возили на сварку им там заварили эту крышку ну тут у меня вообще сказать что я разочаровался в людях это ничего не сказать и представляете таких людей это по всей стране наверное процентов 90 мы едем если даже к знакомым едем и они такую ерунду делают да представляете как незнакомым до попадаете и есть вещи которые вы никогда не заметите да как в движке вкладыши меня или не меняют там недочеты какие-то за поршни кольца и прочее ужас 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 что делать как же спасибо что послушали мои возмущения но рукожопых пипец так много и они кстати берут очень большие деньги почему я не знаю если вы знаете да и дайте мне понять тоже это дело потому что вот я с людьми с которыми общался у кого руки на месте они не берут много денег не делают на совесть они много денег не берут